Сергей Сергеевич Алёхин ушёл на фронт добровольцем, когда ему было 15. Чтобы попасть на войну, пришлось прибавить себе два года, рассказывает ветеран Великой Отечественной войны. В 1942 году он был среди тех, кто сдерживал немецких захватчиков на реке Терек. Третий рейх наступал на южную часть Советского Союза и хотел захватить нефтяные месторождения в Баку, чтобы лишить советскую технику топлива. Под Сталинградом в это время проходили ожесточённые сражения. Для захвата города вермахт выделил свои лучшие армии под предводительством генерала Фридриха Паулиса. Советское командование стягивало к Сталинграду подкрепление. Подразделение, в котором служил Сергей Сергеевич, было в срочном порядке брошено на защиту города. Маршал Георгий Жуков разработал план по окружению 6-й армии, который командовал Паулис. Два механизированных корпуса Сталинградского фронта скрытно переправились через Волгу к югу от Сталинграда. На правом берегу Дона собрались танковые соединения Юго-Западного фронта. 19 ноября 1942 года началось наступление по разгрому этой группировки Паулиса. Окружили их. Паулису после окружения предложили сдаться. 31 января со всей группировкой Паулис поднял руки и сдался в плен. Но разрозненные еще группировки оставались. Поэтому их добили и 2-го числа окончательно были разгромлены. Победа в Сталинградской битве переломила ход войны. Сергей Сергеевич Алехин был представлен в государственной награде и получил орден за оборону Сталинграда. Подразделение, в котором он воевал, шло на освобождение его родного города – Ростова-на-Дону. Но в 9 километрах от дома он получил ранение в голову и попал в госпиталь. Говорит, хорошо, что каску надел. После лечения хотел вернуться в строй, но руководство приняло решение отправить молодого бойца учиться. Сергей Сергеевич выбрал военно-морское училище. После окончания войны 15 лет служил во флоте, а затем перешел в ракетные войска. Во время интервью в дверь постучали. Поздравить ветерана приехал председатель городской думы Алексей Дегтев. Это почетный знак. Мы его разработали, утвердили на патриотическом совете, нас поддержали. Разработали нагрудный знак, в котором воплотили все символы той великой победы, той для нас очень знак Великой Отечественной войны. Максим Магомедов, Григорий Плешаков, События.